В Московской народной картинной галереи открылась выставка прокопьевской художницы Алисы Мустафиной. Моя коллега Анастасия Петернова встретилась с девушкой и поговорила о том, что ее вдохновляет. Драматизм морской волны, разбивающийся каменистый берег, волны, поблескивающие в золоте заката. Все это очень точно передала на своих картинах Алиса Мустафина. На протяжении двух лет девушка жила в американском городке Портленде, штат Амэн, на берегу Атлантического океана. Свои первые серьезные работы она начала писать именно там. Прожила более двух лет в США, и именно там я путешествовала. И я думаю, что именно там я получила вдохновение на новый творческий этап, потому что я как раз была в США после второго курса. Когда я почувствовала это огромное желание вернуться к творчеству, я просто пошла в ближайший магазин, купила набор красок, бумаги и пошла в парки писать картины. Но вдохновляет Алису не только заграничная красота. Своё отражение в работах нашел игорный Алтай, и Зинковский парк культуры и отдыха родного города Прокопьевска. В живописи девушка начала пробовать себя еще в четыре года, посещая и за студию в Доме культуры поселка Ясная Поляна. Последние два года художница активно выставляется. Персональные выставки прошли во многих городах области. Любовь к природе является основным источником моего вдохновения. И я бы хотела вообще через свои картины напомнить зрителю о прекрасном мире, в котором мы живем, чтобы они учились видеть мир вокруг нас, обращать внимание на какие-то мелочи, потому что во всем есть красота. Сама же Алиса восхищается работами Айвазовского и Васнецова. Есть и кузбасский художник, который внес большой вклад в становление Алисы как художницы. Человеком, который стал помощником вообще в продвижении моего творчества, это Виктор Иванович Самошкин. Он является достаточно знаменитым художником в нашем городе, Прокопьевске. И именно он позволил мне впервые выставиться у нас в Прокопьевске в Вернисаже в 2015 году. И с тех пор у меня пошла одна выставка с другой в рамках Прокопьевска, потом за пределами. И благодаря уже той первой выставке я побывала в нескольких городах. Это моя девятая выставка по счету в течение буквально двух с половиной лет. И я, конечно, очень благодарна Виктору Ивановичу. Когда я всегда прихожу к нему в Вернисаж, он приведет в меня свою мастерскую, все время показывает свои картины, рассказывает истории, где он бывал, путешествовал. И он дает такой заряд энергии, вдохновения, что мне хочется все бросить и пойти начать писать картины. И, конечно, он для меня является большим примером. Познакомиться с работами Алисы Мустафиной можно будет в Народной картинной галерее до 25 марта. Анастасия Петернова, Александр Михайлов. Москве. Сегодня.